Приветствую! Иногда мне кажется, что кто-то меня в интернете, на мой комментарий какой-то где-то в любой соцсети задевает. Не просто так. Знаете, у меня сразу появляется желание что-то снять для вас. Сейчас, секунду. Знаете, как говорится, случайности, они не случайны. Сейчас хочу пояснить несколько причин. Когда люди в интернете задевают другого человека, ну, допустим, ну, может быть, с мам, действительно, да, в защиту того, кто пост выкладывал. Там даже малейшее какое-то твое мнение в сторону того, что качества нет. Ни каких-то у меня, ни каких-то, допустим, у человека, который мнение высказывает, личные претензии, да, ну, такое, бывает же какая-то неприязнь. Просто действительно претензия к качеству. Если же это не спам, который, ну, вот, действительно, там засланные казачки, которые защищают автора, который расположил этот пост, в качестве рекламы будущей, либо там, ну, в общем, раскрутки себя. Если же это просто обычные женщины, девочки, девушки, мужчины, в основном женщины, на женщины женщины реагируют. Поверьте, такое, знаете, даже мягкое, язвительное такое вот мнение, вот, это всегда попытка самоутверждения. Это всегда нехватка общения. Это всегда одиночество. Это всегда какая-то, ну, вот, боль в душе. То есть, просто так человек высказывает свое мнение лично человеку, пусть даже не унизительно, а просто, ну, вот, допустим, у нас касалась тема определенного, я не буду рекламировать кафе в нашем городе. Я выразила свое мнение, что там невкусно. То есть, если им отдавать целое, я так понимаю, чуть ли не здание, но этаж в здании, то есть, все-таки в наш город, простите, приезжают гости, и это нужно поднять на, знаете, уровень выше, там, ну, хотя бы, чтобы как приличное кафе они готовили. Ну, реально, ну, невкусно. Вот, реально невкусно. Девушки могли бы написать, а мне нравится, а я люблю, все круто. Понимаете? Вот как сделала бы я. То есть, я ни на чье мнение не реагирую, я имею свое. То есть, я пишу вот так и так и так, да, за это меня люди не любят многие, что я говорю правду. Но когда человек начинает тебе под колом или так, ну, таким вроде бы такой, знаете, фразочкой такой, ну, такой прикольной отвечать, ну, он просто самоутверждается. Все хейтеры – это несчастные люди, которые хотят самоутвердиться за счет вас. И просто не обращайте на них внимания. Отвечайте четко, тактично, культурно.